привет дорогие зрители сегодня 22 сентября как вы уже поняли мы заходим в лес ну что ж пожелайте нам удачи пойдемте лес этот находится в новомосковском районе вблизи поселка гордейский и вот при входе сразу такой аромат нет это катни сеном это листьями так пахнет опавшими да этот парфюм называется осень сегодняшнюю грибалочку вы начали захода в такую болотистую местность видите навстречу шли люди и говорят сегодня грибов нету то ли мы слепые то ли же действительно они куда-то пропали а для дмитрия савы всегда найдутся вот такие красавчики да ну я иду вообще по тропинке голове ля 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 смотрите вот так вот нету грибов здесь и для дмитрия савы жены нашелся очень здесь много попадается бежевых маховичков но я их не люблю брать они синеют еще при отваривании мне кажется они более такие резиновые грибы как бы это не такой был грибочек нет это наверно это не наверное это точно подносит и таких внушительных размеров и потрясающей свежести гриб а вот вдали на фоне серых листьев еле виднеется подберезовик у нас появилась сушилка и мы будем теперь сушить грибы я слышал что подберезовики особо ароматные грибы в засушенном виде может быть вы конечно увидели сразу а я же не сразу вижу вы мне потом подсказывайте в комментариях что рядом оказывается были еще грибы вот допустим маленький подберезовичек и второй вернее даже третий грибочек смотрим внимательно однажды на этом месте я нашел белого подберезовика альбиноса а может быть это был подосиновик так вот мои дорогие я только вам сказал про этого альбиноса как забелело что-то под вон тем поваленным деревом вот именно такого ну чуть побольше мне посчастливилось встретить несколько лет назад на этом месте загляну за эту болотную кочку мы обнаруживаем еще трех братьев коричневых или четверых потому что здесь тут что повзрослей целует того что поменьше вот прямо из-под березки одно слово подберезовик рядом мы с катей увидели березки и такую травку зеленую характерную для белых грибочков но прямо на кочке посмотрите какой красавчик подберезовик вырос а еще отсюда я вижу второго более светлого его сородича обратите внимание на эти оттенки какие длинные ровные модельные ноги зайдя в глубже в болото глубже в болото мы видим что кто-то побросал вот эти пластинчатые неизвестные мне грибы а гляжу в другую сторону это все таки подосиновичек те пластинчатые грибы наверное валуи такие я еще не собирал поскольку есть более благородные представители грибного царства видно вам какой он тут притаился ой смотрите я пока нагибалась за этим увидела смотрите вот этого как они прекрасно прячутся закамуфлировались по пистике и никто их не может найти но нас то не обмануть мы то уже вот тоже и глаз у нас наметан и вот такие вот красивенькие грибочки и дальше вон с гнилой березочки торчит подосик кстати друзья мои хочу поделиться с вами новостью я ведь вчера нашел печеночницу печеночный гриб на дубе и сразу по приезду домой приготовил его потому как был очень голоден так вот я как и Катя как и Катя сначала кривился взял его в руки я почувствовал кусок подсохшего теплого мяса действительно гриб похож на печень а когда я его начал мыть сверху на нем была такая склизкая желеподобная шапка я ее прям пальчиками она между пальцами у меня просачивалась я ее снимал еще и такого кровяного уже свернувшейся крови цвета вот ну я ее снял посмотрел рецепт и по этому рецепту из ютуба приготовил просто нарезал слайсами посолил хорошенько так не вымачивал я его не отваривал сразу же кусочек каждый обвалял в муке после чего во взбитом яйце и выложил на сковородку с маслом уже раскаленную с каждой стороны по две минутки обжарил ну во первых запах очень приятный такой аппетитный может быть я таким голодным конечно был ну даже Катя попробовал один кусочек был кисловатый вкус да потому как этот гриб ну это я думаю потому как этот гриб содержит в 4 раза больше витамина С нежели лимон но этот вкус не был прямо кислым невозможно кислым нормальный кисленький мне пришелся по вкусу вот здесь вот обычно мальчики с пальчики встречаются слишком уже открытая местность для больших экземпляров что говоришь с пальчика увидела мальчика с пальчиком нет это почти бочонок мальчонок бочонок да да хорошенький о о о Катюша так хотела красиво с красивого ракурса снять что завалилось на спину красивый красивый вот о чем я говорю вот размерчик здесь здешних мест слишком уж видно их даже таких карандашиков мы с Димой почти одновременно закричали смотрите какой экземпляр раз а потом я развернулась посмотрела на Диму и увидела вот это вот оп а вон там за пеньком бери его видел да бери ой покажи это лилипут в царстве грибов лилипутик так пойдемте посмотрим на того ой там их 2 один помоложе думаю посадка так ой ой еще один так ой ой еще один смотрите еще один только манюсенький так а тут что ой этот хороший ой какой тугой смотри вот это я понимаю супер размерчики да мне нравится такой такой тугой такой урожай получился дима дима мне подсказал вот смотрите если отсюда смотреть ничего нет но заглядываем сюда а тут опа ой тут их даже два смотрите смотрите какие хи ой тут можно вот так подвинуть чтоб достать вот они это просто был мой маневр чтобы вырваться вперед погодка сегодня идеальная солнце не печет ветер не дует и не холодно и не жарко идеально просто при переходе из одного болотушка в другое туда куда катюша устремилась срезав угол в этом дремучем просто месте где никогда ничего не встречалось что-то вдруг забелело и что-то жирное катюшенька тут такие катенька иди пожалуйста подойди сюда оставь корзинку там ты не пожалеешь а вот это? да а так это ж это ж что это? я не знаю белый наверное нет но это как подосин а ну подожди я к тебе сейчас сейчас я к тебе приду видишь какой белый подосиновик еще один ольвиносик сегодня повстречался где? вот он да поличок да ну вот ой так что ты белый подосиновик себе в корзиночку да? ну кто взял на мой риф попросил помог ты но у меня все равно больше пока да хотя у меня поменьше по количеству может быть и одинаково у меня просто тут и джемплярчики есть ну теперь то ты уже что? на первом месте с таким грибом угу а что он у меня смотри какой большой ну вот это место запомнилось мне своими жирными подосами толстыми пусть и короткими но коренастыми вот именно здесь селение вот таких толстяков Катя в тюбетейках чуть чуть поправился да он не влазит в свою шапку ты посмотри не следил за фигурой у меня так урчит живот я так хочу кушать но как начинается мне попадаться такие грибочки голод куда-то пропадает его мне уже говорит пошли в машину поешь ага куда ты поешь вон лезут и лезут сегодняшняя грибалочка отличается таким спокойствием как в природе так и на душе тишиной да Кать только что совсем ветерка не было ну вот сейчас небольшой дима мне говорит так Катюша смотри внимательней и что вы думаете Катюша посмотрела внимательно один два три вот так вот задача выполнена я тут возле тебя осчастливлюсь ты мне приносишь удачу но этот не толстоногий заблудился наверно разворачиваемся в другую сторону и видим и я не видел какой красивый подосик весь усыпан бриллиантами в виде росы ну этот я вообще чудом я на него не наступил я же тут проходил ты прикинь проходимец ой вот еще один ну тут отросток ой прямо на тропе грибничий смотрите еще здесь же оп чуть не оставили его тут может они вылазят прямо на глазах вырастают и понятно и меня и меня заберите нет подосик ты еще слишком маленький а вот я нашел под березовичка в маленьких тоже детский сад не ну вот это он мне такой прикольный смех и радость мы приносим людям стыдно мне стыдно но прошел я крупняка по моему катенька нашла сидящий присел полу лежа как наши злобби я еще одного увидела какой красивый они тут все такие крепуши чем-то мне белые напоминают они тоже такие крепыши те которые мы собирали о и вот еще один вот один ну да такие тугие они прям ноги у них такие шикарные этот я нашел раньше такой смешной напоминает ни одного моего друга да а мне нравятся они такие ноги обалденные приятно их трогать здесь я точно не пролезу придется возвращаться о по пути еще забрать обожаю когда подосиновик еще и краснеет к ножке такой праздничный слушаю тут тоже два нашел о так не два как смотри снеговички да послушайте здесь вот под веткой еще был один очень странно что я только что здесь был а это я возвращаюсь идем по одному метру в 10 минут смотри в ряд катя молодец увидела сливаются с листвой вот эти подберезовички цвета кофе с молоком только что видел здесь ага вон рядом с сыроежкой разместилась 4 подберезовичка о еще один не видно совершенно я уже даже почти лег и вот так вот по горизонту смотрю возможно где-то торчит поднимается над горизонтом шляпка ничего пока захотелось мне папинку повести в место где более крупные экземпляры должны быть а то мы так за целый день и пол корзинки меня собираем этими горошинами да и никак не оттянуть оттуда стоит ковыряет будем конечно надеяться что мы будем там первыми есть тут маховики внушительных размеров и в большом количестве вот на без грибе этот гриб конечно же идет корзинку но сейчас то есть из чего выбрать посмотрите какими семействами они здесь растут целый табор а там где мы уже прошли где мы только что ходили там видно как эти грибы кто-то посрезал значит этот кто-то сюда не дошел так что мы полны надежд вот узнаем узнаешь как когда-то мы тут были с тобой в молодости ну коджечки да а вот посмотри кто это там польский лето гриб дубовик ли это полячок очень красивый мне в глазах мелькнуло я подумал показалось или глючит нет а нет вот красавцы а здесь по моему кто-то был смотри как то что по обрезал и бросил не узнал грибы кто-то так странно но я надеюсь он так всех там не побросал вот смотри ну я вижу да белый такой же был 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 вот такой это кто-то по своей неопытности пока крупнячков не попалось но зато есть тоже не совсем маленькие размерчики в этом месте я когда-то вышел они прям в ряд стоят большие я тут еще песню пел видна маты моя от радости я конечно спешу тебя повезти на то болотце кать но иди сюда здесь еще пока не болотце но низинушка как тебе видно не видно а точно беляши это наша жизнь беляши ну ка оценим мои сразу три в ряд один краше другого березовенькие мои бачата а это сейчас подожди я покажу по моему тут маслюночек затесался осенний рядом ну бери катенька уже пора научиться что рядом за человеком идти нельзя иначе получается морда хлыст надо всегда соблюдать дистанцию дорогие друзья иначе морда хлыст неизбежен чуть-чуть осталось честно говоря я уже потерял ориентацию куда идти дальше именно затем именно к тому месту но ты видишь встречаются по пути неплохие экземплярчики думаю нужно куда-то в ту сторону проходили хвойный лес совершенно ничего не попалось наверно рановато еще вот мы дошли до места иди сюда скорее это невозможно ну обходи там где-то ну ладно я тебе издалека покажу в этих серых камышах длинноногое сокровище таится надоело собирать малышу здесь малыши даже выглядят по-другому даже совсем молоденький но крупный а то там кого-то съели катя спрашивала кто это это был ну это и есть под осиной просто он заболел кто-то его подъел но в основном конечно нужно всегда смотреть в траве густой они здесь стараются показаться на солнышко из-за этого их не ноги такие длинные я так думаю по крайней мере а цвет какой волшебный просто нереальный катюша кажется мы потерялись дима меня уже начинает пугать ну есть в этом одна радость катя еще не видит а я уже вижу не я правда забыл откуда мы пришли но это ненадолго я сейчас все вспомню как не переживай катя пошла с другой стороны обходить наконец-то мы нашлись даже не пришлось юзать карты в телефоне ну зато вот в камышиках то и дело торчат и не худые интересно как устроил этот беспредел желудевый вот какие красавчики ну вот зонтичек еще взял это мой грибной фастфуд катя такое не приветствует а я люблю теперь еще и печеночницу я тоже отношу к грибному фастфуду очень быстро готовится вкусно я уже в предвкушении когда вернусь домой сделаю себе отбивнушечку из зонта да по большому счету на крайний случай его вообще можно есть сырым зонтик то это ведь из семейства шампиньоновых гриб можно в салатик покрошить стоило выйти из болотца и посмотреть туда дальше в сосенки под иголочками показался подосиновик очень красивый я не понимаю что ты тут делаешь нетипичное место ага признаюсь вам честно нет сил уже комментировать вымотался совсем катя там вообще ноги еле волочит ждет меня но я не могу пропустить одно заветное местечко свое которое всегда ко мне гостеприимно видно и я не могу пить вот я и 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 что смотрите какие это что-то плохое но вот это очень хорошее очень благородная и очень я всегда говорил катя смотри катюша березки вот это вот травушка такая реденькая но зелененькая это беляшовое место он туда ножку и так она и оказалась ты нашла где подпитаться бодростью надо и мне чего-нибудь подобное это я сейчас попаду просто все мысли уже о колбасе и хлебе которые ждут в машине а у тебя катя так вот вышла она дальше от болотца ну шоу есть уже не хочется это просто где реально я же голова закружилась от адреналина я тоже хочу катюшенька конечно не беляш но радующее сердце подосяж мне нравится что он не маленький как обычно мне нравится что он не маленький как обычно а хороший такой увесистый подосиновик меня ждал как тебя твой белый на том месте где все ходят он торчал у нее я просто не представляю как его не могли найти куча людей пробежала мистика какая-то срезал такой маленький подосик думаю брошу оставлю без внимания а потом смотрю что в этих ащах непролазных напряталась и ветки только что получил глаз на то что вам рассказываю в общем напряталась и и даже такие вот двойники а ведь правда только что хотел вам показать хотел вам показать это все и как дало мне веткой в глаз это наверное за то что я эти ясли вскрыл пять штучек шесть шесть было на одном квадратном метре вот делаем еще шаг конкурент конкурентка погнала я же не могу я же не могу кричать что здесь куча-куча подосов подосов и где-то еще видим сейчас сложим катя еще бросила меня побежала куда-то вот это местечок катя увидит видос и поймет мне почему я так долго не передвигаюсь дальше катя да ты даже не знаешь что я тут застрял я же не буду на весь лес орать что я застрял из-за того что здесь тьма подосиновиков что лезть сюда да вот и катенька вернулась на мой вопль так где-то я тут еще видел вот так она вернулась и по находила тоже правда она уже не снимает у нее память в телефоне закончилась надо катюша собирать на не собирать на камеру на такую так что я почищу я да ну да какой ты как же оплата за работу оплата будет дома ну что друзья будем мы уже двигаться к машине результат у нас сегодня я считаю неплохой даже лучше чем вчера да сами оцените эти масштабы и заметьте что беленькие подросли зонтички уберу беленькие подросли ну конечно мы раньше собирали маленьких меньше чем вот этот был ну да ну такие мы собирали а сейчас он какие большие да у меня даже тоже есть тут похвастаться парочку а так в основном вот такого приятного любимого размерчика подосики подосики ага под березовички стали попадаться раньше их вообще было найти очень сложно всем пока как всегда приветствуем приветствуем ваши лайки комментарии да читаем все очень приятные слова вы пишете я вот только ночью перечитывала это прекрасно спасибо вам огромное за них спасибо друзья всем пока пока